привет ребята сегодня у меня выходные начались пятницы поскольку в джиджианском университете в пятницу день спорта мероприятие но я туда не пошла я сейчас увижусь со своим молодым человеком поедем другой город на три дня поэтому я буду отдыхать и учить китайский как-то пополнять свои знания потому что вот за несколько вот этих месяцев каких-то местах я чувствую прогресс но общий прогресс я пока не чувствую где-то мой китайский застопорился слова которые я когда-то учила уже забылись потому что я их не употребляю мне нужно все это заново повторять у меня конечно опускаются руки но все-таки не нужно унывать потому что говорю же в каких-то местах все равно есть прогресс я учу допустим какие-то новые слова конструкции потом мне письмо скорость письма тоже улучшилась вот поэтому главное нужно дать себе время и наверное не давить на себя кстати на свой бакалавриат я поступила по пятому ческею а в конце бакалавриата получается в течение четырех лет я должна сдать 6 ческей я думаю это нормально но со следующего года учителя сказали что комиссия повысит уровень ческея при выходе с экзамена точнее чтобы окончить университет бакалавриат вы должны будете сдать 7 ческей уже новый а чтобы поступить на бакалавриат наверное также думаю не оставят пятый ческей шестой ческей думаю это слишком до сих пор кстати флаги после готиндия остались также что касается клубов для иностранных студентов в прошлом видео я вам говорила что я посещала мероприятие где клубы организуют ярмарку чтобы показать что они из себя представляют и получается записалась медицинский клуб и также на творческий клуб творческий клуб у меня были собеседования и в два клуба я прошла несмотря на то что конкуренция в творческом клубе была большая но по итогу нужно только выбрать один я выбрал медицину так как мне медицина интересная возможно какие-то знания новые для себя узнаю расширю тоже свои знания и тем более мне эта сфера интересны так раньше я училась в медицинском университете и тем более там еще они разбирают психологию как справляться стрессом так что думал мне это очень будет полезно во время моей учебы также вечером с парнем я ходила в корейский ресторан покушать мясо но очень получилось вкусное не этот ресторан очень понравился очень много посетителей а также уютная обстановка в корейском стиле что очень я считаю хорошо у нас он же уже прохладно так не надела такую толстовочку дома уже хожу нужно подкупить еще там вещи для дома потому что холодно я заболела в общем чувствую себя не очень хорошо сейчас пойду налью горячей воды потому что я решила что буду в общем из буллера брать воду в нашем общежитии потому что дешевле наверное такой чай ничего нанить один юань а если магазин покупать то за это уйдет наверное юань 8 это вообще очень дорого поэтому я решила так наливать также сегодня я останусь в общежитии буду выполнять все домашние издания потому что на следующей неделе у нас будет две контрольные нужно подготовиться вот но я также сегодня постараюсь отдохнуть потому что чувствую что у меня температура и насмок круто надеюсь я выздоровлю вот так вот наливаю сейчас скрывать код в алипейе потом можно будет нажать эту кнопочку и потом она здесь кстати я хотя холодную типа наливаю но она теплая это горячая вода кипяток смысле не нормально а В этом видео я хочу рассказать о том, что я хочу рассказать о том, что я думаю, что это очень хорошо. Поэтому я хочу рассказать вам, чтобы выслушать много слов. Я хочу рассказать вам, как это, как раз. Все вопросы, все вопросы, все это можно использовать. сегодня у нас очень хорошая погода я иду с обеда все в общежитии а потом у меня будет второе занятие сейчас я пообедала и пришла посмотреть на солнечные цветы желтые похожи на подсолнце подсолнухи вроде бы не подсолнухи а сейчас покажу кстати возможно это и подсолнухи потому что не смущает и и и и и и и и